Продолжаем мучить 286-й. Вчера, поздно-поздно вечером, почти ночью, умудрился, изведя большое количество распачной оплётки, выпаять из материнской платы. Оригинальный Dallas Real-Time Clock, часы реального времени, плюс батарейка для сохранения параметров биоса. То есть, сдохла батарейка, минимум, что ты можешь сделать, выпаять этот чип и заменить. Выпаял чип, поставил на его место подставку типа этой и воткнул в неё другую версию чипа. Тоже с батарейкой внутри, то есть, когда батарейка здесь сдохнет, эту версию чипа придётся либо заменить на ещё одну версию чипа, либо взломать и подпаять батарейку. Для тех, кому интересно, батарейка внутри чипа подключается вот сюда. Видите, отсутствующая ножка, она загнута наверх, это минус батарейки, затем три ножки, снова отсутствующая ножка, она загнута наверх, это плюс батарейки. Плюс ещё две ножки, которые в этой версии чипа отсутствуют. Это старый вариант, 1287, он уже давно не производится Это более новый вариант, как видно, у него другой номер, 1687 У него эти две дополнительные ножки есть И с ним работает далеко не каждая материнская плата Например, IBM PS2 не загрузится вообще, если воткнуть на неё вот этот вариант чипа То есть, так как старые версии не производятся Максимум, минимум, что придётся сделать, это оторвать вообще сторону этого чипа Вот эту вот, добраться до контакта в минусы и плюсы батарейки Оторвать их от встроенной батарейки, которая заплавлена внутрь И которую, к сожалению, никак не заменить Подпаять новую батарейку сверху Возможно, я это сделаю с выпаянным мной чипом Хотя у него некоторые ножки готовы в любой момент отломаться Так что это не самая хорошая версия Скорее всего, ну то есть я уже купил, ко мне едет безбатареечный вариант этой же самой микросхемы С поверхностного монтажа, но есть переходники в диповский корпус Так что я, скорее всего, поставлю сюда его Подпаяю к нему батарейку, подпаяю кварцевый резонатор И будет у меня таким образом рабочая материнская плата Ну а пока что Я наконец-то смог проверить IDE-контроллер Он находится вот здесь под видеокартой Я вывел с шлейфом и вот подключил компакт-флешку Вот ее параметры, вбил ее в BIOS, сохранил Он запомнил настройки Теперь я с него гружусь с этой флешки То есть мы успешно загрузились с диска C, как видно Очень-очень старая версия Norton Commander Чуть ли не 1.0 1986 года То есть все, в принципе, довольно-таки неплохо работает Можно заходить в разные каталоги К сожалению, здесь толком ничего сейчас нельзя сделать Потому что здесь не подключено ровным счетом никакое устройство Да, я уже купил другой райзер Который можно порезать И использовать его в корпусе вот такой высоты Это мой единственный райзер Было бы глупо испортить его Корпус, к сожалению, для этого компьютера Мне пока найти не удалось То есть хотелось бы найти что-то типа корпуса от телеприставки Но эта материнская плата довольно большая 19 на 22, по-моему, сантиметра Современные телеприставки обычно 18 сантиметров размером То есть эта материнская плата внутрь тупо не влезет Что-нибудь придумаем Главное, что у меня есть рабочая плата Куда ее засунуть, найдется В общем, компьютер работает Единственное, что я пока не смог с ним сделать Хоть это заставить BIOS понять, что у него еще встроена дополнительная память Сверх 640 килобайт То есть у меня здесь Мегабайт оперативной памяти И он из них видит, по-моему, только 640 Сейчас посмотрим Я смогу зайти в BIOS? Да Да, он не видит ничего сверх И я не могу изменить этот параметр Интересно, почему? Ага Понятно Это делается таким образом В принципе, логично Теперь мы сохраняем эти параметры Просто жмем Escape И он спрашивает, сохранить параметры или нет Да Здесь еще встроенная диагностика в BIOS Которую я, кстати, ни разу не включал И мы все равно не видим выше 640 килобайт Да Только что я видел Проскочило ноль Верхней памяти Ну ладно, буду разбираться с этим На крайняк Это близко Достаточно близко к мегабайту Чтобы я мог потерпеть Подобное 640 килобайт Якобы, по словам белогейца Должно хватить Это 286 И многое от него не требуется Это Машина чуть-чуть умнее, чем калькулятор Не знаю, насколько это хорошо видно Но используя напильник И другие высокоточные приборы Я добрался-таки до Двух загнутых наверх ножек Dallas Real Time Clock Потерял, к сожалению, в процессе вот эту ножку Но ее вполне можно подпаять Вот Отрицательный коннектор Вот он виден И вот этот вот Вот этот коннектор Это положительный коннектор батарейки Не знаю, насколько хорошо Это сейчас получится снять Но тут даже что-то, по-моему, еще осталось Да, 0,36-0,38 вольт Поэтому батарейку лучше сейчас отдисконнектить Чтобы напряжение с нее не складывалось С напряжением от стандартной Круглой батарейки Типа вот этих Припаяю отломанную ножку Припаяю вот эту батарейку С подставкой сверху Чипа Это, конечно, очень неэстетичный вариант решения Но он временный Получилась вот такая вот Хрень Прямо скажем Не самое элегантное решение Но временное Пока сойдет и так Хак установлен И посмотрим Запомнит ли эта штука Настройки биоса 896 килобайт И мы загрузились Успешно И да, если кто-то решил, что это просто потому, что я не выключил компьютер полностью И не дал ему посидеть Если что К встроенной памяти Которая сохраняет настройки биоса В момент включения компьютера Напряжение не приходит Потому что Встроенная память Подключена Исключительно К этой батарейке То есть даже если У вас компьютер включен И вы его не выключаете поваром полностью То есть не обрубаете к нему 220 Эта штука все равно не будет при перезагрузке Запоминать настройки биоса Потому что Питание, поддерживающее память Внутри этой штуки Подводится только От батарейки Именно этим Эти чертовы чипы Настолько достают людей Когда они выходят из строя Они по сути дела Выводят машину из строя полностью И Те производители Которые по своей Бесконечной мудрости Запаивают эти чипы Напрямую в материнскую плату Ну Среди тех людей Которых явно будут Варить черти в аду Если такие Конечно Существуют Черти я имею ввиду К сожалению Люди впаивающие Dallas Real Time Clock Существовали точно Но надеюсь Что вымерли Вместе с самими Этими чипами Ну что ж Пожалуй Мне больше Нечего сказать И то что Эта штука Мне определила Довольно смешное Количество Памяти Сейчас зайдем Еще раз в биос И посмотрим Сколько максимум Я успел Это называется Успей нажать Delete Успел Успел Так Это у нас 128 256 Куда Так 320 Это должен быть Мегабайт В сумме Так Сейчас посмотрим Сейчас посмотрим Еще хуже Он теперь Мне только 64 килобайта Сверху 640 Определил Это Хедландовский Чипсет Это его Привихи Потому что Здесь у меня Есть собранный В процессе Дебажинга Этой материнской Платы Еще один 386 На том же Самом Чипсете От фирмы Хедланд Который Максимум Видит 640 Килобайт Плюс Еще 256 800 Что-то там Неважно Я сейчас Не могу Математику Это уже Конец дня Да блин Когда же я Наконец Успею Нажать Delete А стоит Что 320 А стоп 384 Еще есть Yes И Кто меньше Может я что-то Делаю Неправильно 286 С точки зрения Адресации Памяти Это вещь В себе Конечно Нормальная Расширенная Память Появилась Только С 386 Вот они 896 Килобайт Это то Что максимум Мне Определяет И вот эта Машина Полностью Мегабайт Заставить ее Увидеть Физически Невозможно Теперь я буду Знать Что это Не Баг А Фича Если это Можно так Назвать Ну Ладно Об этом Компьютере Будет Отдельное Видео Это уже Явно За рамки Того Видео Которое Я хочу Снимать Сейчас Думаю На этом Можно Закончить Процессор Ко мне Так еще И не Приехал Жду Может быть В следующем Месяце Доставка С Алиэкспресс Сейчас Жутко Медленная Из-за того Что у них Там На границе Ковид Посмотрим Когда Я смогу Этот Компьютер Закончить Но Следующее Видео Будет Об этой Машине А пока Спасибо За просмотр Продолжение следует